собрал чего я дома ну я пилил в гараже дома собирал дырочки фрезером делал и удивился что с пылеотсосом и пылесосом не так то он принципе сырёт сделав три круга то есть на каждый круг я делал по три прохода почти не было пыли но дело в коридоре потому что здесь как бы срать уже устал и так все в пыли в общем сделал все красиво четко все дырочки совпали по крайней мере хотя бы научился уже делает ровно и нормально дырки под динамики чтобы прям все как по заводу было прям вот совы болтики и закрутил вот не перекосов ничего то есть не раньше были с этим проблемы я тоже эту тему как бы заживил все хорошо с этим делом все болты прям сошлись это меня уже и не удивило но это было приятно потому что как бы после всех старых извращений как бы это было беда дырки все сошлись динамики там даже не болтаются что очень приятно но все-таки это фрезером пилилась поэтому классно фанера 18 хотел пятнашку на сделалась из восемнашки посчитал что плюс-минус 6 килограмм мне уже роли в принципе никой не сыграют болты использовал в толще чем обычно так получилось какие-то они здесь более толстые какие-то пришлось использовать другое сверло благо что я вспомнил что она у меня есть он там длинная им вообще по кайфу работа то есть она прям идеально то есть ну не все сошлось гладко то есть только вот такие вот положи у меня остались снизу сверху где-то там чуть-чуть вот это вот то есть по факту все везде ровно все везде хорошо все виде сошлось все вот эти вот стыки там вот эти вот то есть все вот это вот там тут все сошлось все идеально все хорошо все как бы классно единственно что целый день я потратил на это говно может пока проснулся я хотел проснуться по 8 проснулся в 9 пока туда-сюда ну короче детку в 12 пошел пили часа два я пилил и потом как бы собирал то есть вот такие вот дела что достаточно таки неплохо закручена по динамикам до 3 джебельки по полное последовательное подключение прям начинается там плюс потом идет замыкание катушки ну то есть как бы последовательное подключение потом идет ну то есть 10 10 и 6 она там примерно вы ли выходит то есть как-то так внутри я еще пока не делал не шумку то есть как бы как искать эхо улавливатель его то есть что-то типа того все это по-разному называют но это именно эхо улавливатели то есть не вата какая-то еще что-то именно просто чтобы корпус не не доигрывал то есть идут такие паразитные волны которые после удара динамика еще звучат эхо то есть эхо нужно убирать это можно сделать простыми способами то есть банально самый простой банальный способ идете покупаете секонд-хенде футболки режете их и ляпаете на стенки степлером все то есть ну именно что-то такое можно там карпетом у меня он как раз наваляется за колонкой он просто грязным она почистить то есть карпетика нарезать там наляпать то есть прям весь корпус зашивать не обязательно то есть камера для динамики прямо вот так вот полностью вот вот эта стенка это задняя то есть там где именно динны откуда все это начинает происходить то есть это все надо обязательно заляпывать как бы это здесь где-то там то есть чтобы не было эхо то есть как бы шипона гасилась и не делал еще никакие скругления пока я хотел напилить меня уже замерз и не стал пока думаю пускай пока так будет то есть собрал как бы скрутил просверлил все закрутил без клея больше клетия никогда не буду потом можно было спокойно разобрать и да я думал что поставлю его на восемнаху корпус чтобы не сломался я уже вытащил тележку думаю чтобы она колесики не поотваливались потому что вес просто колоссаль то есть если 8 на х весит вместе с корпусом я веду то есть вся эта вот конструкция килограмм как минимум 45 это весит уже больше потому что здесь примерно где-то 90 процентов от двух фанерок полтора на полтора 18 миллиметров толщиной каждая фанерка весит 28 ну то есть грубо говоря где-то пускай мы отсечем так чисто чтобы наверняка по 4 килограмма то есть 24 плюс 24 то есть пол чип полтос получается и каждый динамик весит по 7 200 и того получаем мы почти 70 килограмм даже не почти там вот такая вот херня и не стал ставить на него потому что просто ну я один не могу поднять даже без динамиков всю эту конструкцию чтобы еще ее поставить если вы были ручки по бокам можно да то есть как бы 48 килограмм задрать можно но как бы вот так то есть просто не обхватить вдвоем можно поставить и нормально было но только портом бы уже вниз но я не смог поэтому ну выбора не было я организовал такую ситуацию то есть как будто этот черт здесь стоит ну выбирая то есть совсем не в кайф и так колонка там то есть находится я буду облагораживать данный девайс чего формата и если после всех необходимых технических манипуляций для того чтобы привести его скажем так в идеальное звуковое состояние если это все будет как бы скажем так по-человечески действительно играть хорошо и качественно то если мне понравится как ну я еще демпфер буду делать дело простое как бы если все мне это понравится как это будет звучать скорее всего 8 нахуй я распилю то есть как там вот так сам динамик куда-нибудь запихаю а для того чтобы получить достаточно такие ну пончевые низа придется когда-нибудь летом переделывать эти колонки уже в чего в маленькие чего очень маленькие чего по размеру вряд ли они сильно будут больше чем этим скорее все такие же просто чтобы вот ну так короче спокойно можно настроить это дело на 45 герц даже можно не париться и ниже не настраивать плюс каждый динамик имеет площадь где-то около я не помню 490 родин то есть это почти 1000 ну можно спокойно сделать на 600 квадратов площадь чего можно и меньше почему именно чего чего и раскрывает скажем так то что не раскрывает нельзя не фи то есть вся эта нагрузка которая там создается которая звуковая она все как-то выплескивается и ты слышишь как-то звук более типа открыто более свежо более живо то есть как было поэтому просто чего им можно сделать категорически разными способами тоже таки у вп это тот же человек просто такой более облагороженный до определенного состояния как бы мне он не нравится просто лучше чего и тому если что за демпфировать динамики что такое за демпфировать динамики это вот идет у нас порт вот допустим порт то есть это вот часть этого порта но она вот не там где я показываю а там у динамиков то есть просто берем дощечку которая где у нас которые я уже не знаю кстати где она находится быть бы и сюда положил да это как раз та точечка которая называется демпфером которая была в чего мы ее просто вот там вот таким способом ставим она не здесь она будет стоять там посередине порта и прикрывать его пойди именно вот эта дощечка и уйдет туда ее надо будет только пропилить поменьше сделать по ширине и она туда спокойно встанет и скорее всего этого будет достаточно чтобы динамики не грубо говоря не просто flex или а именно создавали еще как бы компрессию и тем самым добавляли сами себе более такого хорошего звука по поводу того можно ли до динамики ставить вот типов чего я вдоль три штуки я считаю что нет в идеале было бы сделать конечно хотя бы сюда один поближе потом один к нему был ближе сюда и ну такой как бы матрешкой хотя бы взяли вообще все должно быть в линию но это будет 1 метр ширина то есть не вариант муторная херня на самом деле получается единственное что здесь вполне можно было бы сделать ну тоже такой вариант но более менее например то есть один динамик сюда один динамик сюда один динамик или сюда или даже сюда то есть магнитами или ну что-то типа того то есть как бы это тоже можно было так сделать но это будет не очень визуально интересно поэтому мне визуально составляющих тоже как бы важно и поэтому я сделал так на что это будет влиять дам по един много на что это будет влиять такая конструкция потому что один динамик находится вначале чего 2 уже там на 25 процентах этого чего то есть надо будет там сквоз делать делать первый динамик стоит сверху то есть там направляющая такое чтобы звук с этого динамика как бы уходил снизу я дотянусь вот здесь поставить скорее всего и сверху разбирать корпус ради того чтобы поставить наклон еще в том месте ну я не стану есть вряд ли с дырки с этой дотянусь нижней туда именно в гуд поставить я да и не туда физически не дотянусь но как то так то есть хотя бы три сделать этого будет уже достаточно чтобы как то так но вообще на самом деле конечно можно через порт с какой палкой залезть и как то там это все внизу там пошаманить задолбать и принципе это будет тоже там ну это разбирать реально все тоже по сто раз лень потом когда-нибудь когда-нибудь и фрезером пройдусь уберут эти остатки которые остались легкие недочеты и в целом будет красиво надо будет его еще послушать именно в таком грязном состоянии абсолютно без ничего он там правда пару губок есть но это херня там кита валялись их туда прибил 1 2 снизу и 1 там такая тоненькая против динамиков надо будет его послушать как он звучит именно грязно пару недельку может быть погонять это обязательно потом его облагородить и послушать как он будет играть после облагоражения данного ну вот как-то вот вот так неприятно с этой конечно 8 нах то что она выбирает на пуха ты и еще там колонку на повернуть он как-то так хотел сделать меньше хотел сделать чего 600 квадратиков площадь потом уже добрался до 700 ну короче мой максималист довел меня до 1000 получилось 40 на 26 половина это где-то там еще 1100 что ли 1050 посмотрим 40 на 26 5 1060 меньше чем был тот но он еще длиннее то здесь прям полная длина фанера то есть я не пересчитывал ну минимум три метра здесь есть точно вроде как а нет 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 вру 2900 6 2950 же я считал это если рассчитать от этого динамика от этого уже меньше на 20 там сантиметров и от этого еще меньше ну теоретически что здесь может быть хорошего или положительного от трех динамиков которые еще так расположенных чего ну 3 нижним может подбивать как бы какие-то определенные спады например там герцог на 60 70 теоретически чисто потому что если мы отсюда гребем ну кто знает как все это играет но все это нужно просчитывать пересчитывать замерять смотреть на что будет влиять такое последовательное расположение динамиков от начала на легче вы какие-то наверно негативные последствия все-таки есть но при нужно я так чуть послушал вроде нормально то есть каких претензий меня по звуку не возникло но чувствуется что подсирает потому что вот это эхо который создается в корпусе она не успевает загаситься и ты получаешь одинами какой-то другой звук и как вот именно получается от этого каша то есть поэтому ответ на то что типа нужно ли корпус чем-то внутри здорово как бы ну скажем так подшивать чтобы не было именно чтобы именно эхо не было до обязательно то есть сто процентов то есть какие-то материалы такие как бы их гасящий должны быть то есть хлопковая банально там три футболки разорвать кусочком где-то налепить этого будет достаточно для такого корпуса литраж я кстати не считал ради интереса внутренние но немало я думаю не меньше чем в том 300 литров здесь точно есть